Как переделать зарядное устройство от сотового телефона на другое напряжение? Интересный вопрос. Ну, рассмотрим. Несмотря на простоту, это все же неплохой импульсный блок питания, и даже стабилизированный, который вполне сгодится и для питания чего-то другого, кроме зарядного устройства телефона. Итак, смотрим. Схема сделана на основе высоковольтного блокинг-генератора, широта импульсовой генерации которого регулируется с помощью оптопары. Светодиод, который получает напряжение от вторичного выпрямителя. Оптопара понижает напряжение смещения на базе ключевого транзистора Т1, который задается резисторами R1 и R2. Нагрузкой транзистора Т1 служит первичная обмотка трансформатора. Вторичной, понижающей является обмотка номер 2, с которой снимается выходное напряжение. Есть еще обмотка номер 3. Она служит для создания положительной обратной связи для генерации. И как для источника отрицательного напряжения, который выполнен на диоде Т2 и конденсаторе С3. Этот источник отрицательного напряжения нужен для снижения напряжения на базе транзистора Т1. Элементом стабилизации, определяющей выходное напряжение, является стабилитрон Д4. Его напряжение стабилизации, что в сумме с прямым напряжением инфракрасного светодиода оптопары Ю1 дает именно те самые необходимые 5 вольт, которые и требуются. Как только напряжение на конденсаторе С4 превышает 5 вольт, стабилитрон Д4 открывается, и через него проходит ток на светодиод оптопары. Итак, работа устройства вопросов не вызывает. Но что делать, если нам нужно не 5 вольт, а, например, 9 вольт или даже 12 вольт? Вопрос такой возник вместе с желанием организовать сетевой блок питания, скажем, для мультиметра. Популярные мультиметры питаются от батареи крона с напряжением 9 вольт. И вот мы сейчас попробуем сделать электропитание на 9 вольт. Зарядка выдает 5 вольт, а мультиметру необходимо 9 вольт. В самом деле проблема с увеличением выходного напряжения решается очень просто. Нужно всего лишь заменить стабилитрон Д4. Чтобы получить напряжение, подходящее для питания мультиметра, нужно поставить стабилитрон на стандартное напряжение 7,5 вольт или 8,5 вольт. При этом выходное напряжение будет в первом случае около 8,6 вольт, а во втором случае 9,3 вольта. Что и то и другое вполне сгодится для мультиметра. Ну, стабилитрон, например, 1N4737, при этом напряжение на выходе будет 7,5 вольт. При стабилитроне 1N4738 напряжение на выходе будет 8,2 вольта. Испытания показали хорошую работу мультиметра от такого источника питания. Кроме того, был попробован и старый карманный радиоприемник с питанием от кроны. Работал? Хорошо. А если мы хотим сделать 12 вольт на выходе? Ну, это тоже не проблема. Ставим стабилитрон на 11 вольт. Например, 1N4741. Только нужно конденсатор C4 заменить более высоковольтным, ну, хотя бы на 16 вольт. А вот если вообще удалить стабилитрон, то можно получить еще большее напряжение. И постоянное напряжение будет около 20 вольт. Но, конечно, оно будет не стабилизировано. Можно также сделать регулируемый блок питания, если стабилитрон заменить регулируемым стабилитроном, таким как TL431. Выходное напряжение можно будет регулировать в этом случае переменным резистором R4. Таким образом, мы сможем переделать зарядное устройство для сотового телефона на другое напряжение. Конечно, я рекомендую при переделке использовать регулируемый стабилитрон TL431. Он работает четко и можно будет плавно регулировать напряжение. Эта очень простая переделка зарядного от сотового телефона позволит вам в своей домашней лаборатории использовать различные напряжения от зарядки сотового телефона. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой переделке. Также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы будем вместе с вами рассматривать интересные электронные схемы.